Научно-познавательная конференция Квиз, или, проще говоря, викторину на темы раздельного сбора мусора, способов его переработки и изготовления из вторичных материалов полезных вещей подготовили студенты Университета правительства Москвы. У нас есть направление управления городским хозяйством, и в рамках этих дисциплин наши студенты изучают это. Но на сегодняшнее мероприятие мы приехали как организаторы, мы проводим квиз «Грамотная переработка». В рамках программы взаимодействия со школами нас пригласили провести мероприятие, ребята разработали, вот мы сегодня будем проводить его. В квизе приняли участие 18 команд из школьников и учителей 10 учебных заведений округа. Ответы принимались в электронной форме, для этого необходимо было скачать QR-код и уже в телефоне отвечать на вопросы. И это не эффекта ради, а в том числе для экономии бумаги. Прием форм с ответами будет закрыт через несколько секунд после окончания раунда. Не затягивайте, или мы не сможем принять ваши ответы. Мы будем подсчитывать ваши баллы и в конце объявим результаты. Всего в квизе приняли участие 120 человек. Показать свои знания в области раздельного сбора и вторичной переработки отходов им пришлось в пяти раундах, каждый из которых был посвящен отдельной теме. Давайте узнаем, помните ли вы, какие цвета мусорных контейнеров используют для утилизации определенных отходов. Итак, давайте начнем. Правила раунда следующие. На экране будет появляться вопрос и три варианта ответа. Ваша задача записать номер верного ответа в форму. По итогам квиза первое место заняла команда Экоград, Винновской школы номер пять. Вторая команда Космик из Лопатинской школы. И третья разделили две команды из ВХТЛ. Впрочем, большинство ребят приняли участие в конференции не ради победы. Я посещаю практически все акции по раздельному сбору отходов с моим наставником Венера Тахировна и Тарасюк. Мне очень это нравится. Я знал, что будет квиз, поэтому решил сюда прийти. Для меня в первую очередь, наверное, это желание очистить планету, потому что очень много мусорит. Я за активное участие в принципе в школьной жизни и как раз таки в деятельности раздельного сбора отходов. Следующая акция по популяризации раздельного сбора мусора, которую организуют ребята из объединения «Зеленая школа» Винновской школы номер пять, пройдет 30 марта. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.